Это квартал пятиэтажных старых домов рядом с проспектом Металлургов, Мариуполь. И что я хотел показать вам. Вот вы видите сейчас максимально реальную картину вот этих домов, которые реконструируют, пятиэтажные. Где-то, видите, прилеты были, а где-то не было. И что происходит вот в этих домах? Вроде такой какой-то красивой картинки нету, да? Но обратите внимание, вот везде новые зеленые крыши. Вы видите отсюда, да? Это уже перестерянная крыша. На этом доме, вот на этом доме, на том доме. И здесь частично. То есть в пятиэтажках таких, которые подлежат реконструкции, а не сносу, полностью меняют крыши в основном. Где-то зеленые, где-то там серые, но неважно, их меняют. Потом везде меняют окна. В подъездах тоже меняют. Все то же самое, как с двухэтажками, которые я показывал уже как-то. Вон там все новые окна стоят. И мне сказали, но я не могу сейчас посмотреть, если только зайти, меняют батареи. Меняют батареи тоже. Трубы меняют. Тоже вот выборочно. Я не могу понять, от чего этот выбор зависит. Сейчас мы давайте прям вот походим по подъездам, посмотрим, что там. Особенно меня интересует вот этот вот разбитый дом. Он какой-то там человек на крыше. Может быть удастся залезть туда. Вот, смотрите, вот этот дом. И он, судя по всему, еще не особо восстановлен. Вот такая разбитая пятиэтажка, но не супер. Посмотрите, да? Вот такая. Вон, прилет был. Как ее восстанавливать? По крайней мере, начались крыши. Окна еще не меняли. Вот, посмотрите. В тех домах поменяли, а здесь еще нет. Мы заходим вместе с вами. Вот люди, дети. Так. А, ну вот и сразу окна. Вот не сразу окна. Вот не окна. То есть коридоры будут менять. Потому что, видите, это высокие окна, не для квартиры. Вот. Вот эти все разбитые окна будут менять. Так, здесь чисто, а прилет был наверху. Вот тоже окна под замену. Вот начинается, видите? Вот здесь реально пролетела ракета. Вот, посмотрите, сами все. Вот такие здесь квартиры. То есть дома есть, которые вообще не пострадали. А есть, которые частично. Вот перед вами такой частично пострадавший дом. Вот. Но все здесь будут восстанавливать. Пусть дом старый, но его не сносят. Его будут ремонтировать. Так. Ну, здесь тоже все. Дверь закрыта, не пойдем. Не пойдем туда. Все черное, видите? Так, а вот лестница наверх. И как мне лезть? Здрасте. У вас тут ветер, да? Ветер дует. Это вот такая крыша. Вы вот так вот делаете ее, да? Вот прям полностью перестилаете. Здрасте, полностью. Здрасте. То есть это у вас полностью реконструкция крыши, да? Такая идет. А вот эти балки, они были, да? Они были, мы просто их не снимали, потому что оно держится. Ага. А, вот эти помененные, это уже такое, деревянное, да? А это вот оставшие, вы их просто укрепили вот так вот. Ага. Она была побита, да, крыша, получается? Побита. И вы вот... Вы совсем побитая, да? Ну, местами. Местами. И вот такой материал вы наверх, понимаете? Вот так вообще, беденец. Ага. Слушайте, ну очень интересно. И за сколько вы вот так перекрываете все средний? Местами. Один дом. За месяц? Местами. Пять дней. Ага. Ну, неделю. Это зависит от погоды. Ну, конечно, если дождь... А, вот так. Это вот изоляция, да, такая? То есть идет сначала изоляция, потом доски, и уже вот это... А это вот уже готовое получается. Это уже готовое. Все, это вот... Ну, до конца, но вот это с полом готовое. Вот так она и будет. Нет, чтобы коньёк был. А что-то... С полом вы ничего не делаете? С полом ничего. Полом ничего. Как был, так и есть. И там тоже. Сочистили. Ну, понятно. Туда можно так пройти, да? Нет. Ну, и это даст такой эффект. Ну, тепло здесь будет, да, более-менее? Когда все закроется. Ну, получше не совсем тепло. Ну, ветер не будет, протекать не будет, да? Ну, конечно, да. И вот эти все дома, зеленые, это вы сделали, да? Ну, легкий. Получается, раз, два, и вот четыре. А, четыре. Слушайте, ну, такое... Тяжело, мне кажется, так работать, да? Тяжело, но... А вы сколько дней? Вы сегодня воскресенье, вы все семь дней работаете? Нет, у нас получается, когда не уступаем, получается. А, вы без выходных. Ну, а так, но воскресенье мы отдыхаем. А, да. Это зависит. Ну, понятно, понятно. Слушайте, ну, классно, спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Фу, еле слез. Но, вы видели все сами. Вы видели все сами. Где-то за месяц перекрывают крышу вот такой пятиэтажки. Сколько уйдет времени на ремонт вот этих всех квартир? Ну, не знаю. Может, еще месяц-два. Что вот с этой квартирой будут делать? Я пока не представляю. Но что-то сделают. Раз собираются ремонтировать, значит, план есть. Ну, вот такие дела. Вот так идет ремонт. Видите, вон зеленая крыша. Он сказал, это их. Наверное, вон-то тоже они работают. Видите, вон там вдали. Вот это реальная картина, как происходит реконструкция вот этих домов. Он, видите, побитый тоже. Быстро, не быстро, сложно оценить. Мне кажется, быстро. Вот он дом, на котором я был. Вон там ребята делают все. Вот такой квартал старых пятиэтажек. Крыши перестилают, окна меняют. Но я сейчас пообщался с местными, я просто не стал снимать. Они как-то разорались. Но некоторые недовольны. Но вот как есть. Это не то, что я сейчас специально там нагнетаю эмоции. Нет. Вот прям две женщины сказали. Очень долго все делают. Идите туда, там вам расскажут, там все плохо. Люди имеют разную реакцию здесь. С одной женщиной я вчера общался. Она довольна. Она говорит, мне все окна поменяли в квартире. Тепло стало, хорошо. Ну, а некоторые вот так. Поэтому вот двор. Таких квартальчиков полно. Это просто вот, ну, недалеко от центра, в принципе. Людей можно понять. Сложности есть. Сложности много. И вон уже проспект Металлургов. Отсюда вот вы выйдете вот так, если. То будет проспект Металлургов. Там аптеки понаоткрывались. Три месяца назад, я помню, ни одной аптеки не было. Сейчас вот такое ощущение, что пять аптек в ряд. Вот простых Металлургов. Мариуполь.